как ты будешь разговаривать здесь во сне или как себя вести это не важно для некоторых как ум который появился ему важно чтобы как снился ему сон в этом сне уму важно что он проснулся или нет ему важно если он заснул как ему проснуться пока ему снится сон ему все важно потому что если ты закрывали глаза и тебе ничего не снится тебе неинтересно становится как же и во сне когда ты спишь в этом сне когда тебе снится сон у тебя там тоже важности происходит но кажется что не такие важные важности как сейчас происходит здесь сон намного короче получается сон который я вижу кажется намного короче чем типа вот это то что я жил сейчас кажется да кажется да кажется потому что ты просыпаешься и поэтому кажется что сон закончился но ты не видишь что ты не просыпаешься а сон просто длится ты проснулся да или ты в этом сне просто жить живешь я не знаю что происходит что я не знаю где я нахожусь я не знаю как мне утвердить то что я не знаю где я нахожусь чтобы я утверждил где я нахожусь мне надо знать где я нахожусь а я не знаю где я нахожусь ни один человек в этом сне в этой иллюзии не знает где он находится просветленный он не просветленный он не понимает он будет говорить об иллюзии своего видения что он якобы знает что он проснулся чтобы я говорил что я проснулся мне надо проснуться в другом сне каком-то да то я увижу что это был сон но это будет значить очередной сон в котором я проснулся чтобы увидеть что это такое мне надо выйти за пределы этого а у этого нет предела нет какой то грани куда ты можешь выйти и посмотреть на это как на палец нет возможности такой ни у кого нет этой возможности у самой жизни нет возможности потому что она раскрывается если тот кто просветленный он знает кто он пусть он расскажет как появляется но хоть как он растет откуда появляется из ничего появляется что-то и начинает расти почему это говорят ничто неизвестность ни один из просветленных не сказал что я эту а все говорят я ничто потому что нет потому что нет известности что это все что мы знаем это лишь знаем видение слышание представления многое но как это все работает неизвестность за эти пределы меня не пускают меня точно так же как и вас удерживают в этих пределах за них я не могу выйти и посмотреть может тебе что-то нужно сделать для того чтобы выйти и посмотреть мне нужно какую-то практику ну я очень часто можно назвать это практикую я смотрю на это как непонимание как это может быть что могло произойти ну все что я знаю это лишь знание мои но я на это смотрю не как ты на чашку что это чашка а я на это все вместе с чашкой смотрю как непонимание как это вообще есть все это как оно есть откуда он взял как оно может быть вообще существовать есть такой момент когда я становлюсь в какое-то такое состояние какое-то искажение что я вижу что это как будто бы не настоящий но я не понимаю как оно может быть может существовать вообще как это может существовать все оно есть но как оно могло появиться и существовать нету знания ты говорил что оно появляется не откуда и исчезает никуда это не тот ответ это не тот ответ этот меня ответ не устраивает тогда устраивало на то время а сейчас нет а как оно устраивает меня тот который не понимает как это все может быть но вот есть палец да палец где-то появился планета земля кислород дом чайник телефон телефон сделал человек дом сделал человек кто сделал все остальное кто сделал этот палец чтобы сделать телефон и дом ты говоришь жизнь отвечая на вопросы как я тебе задаю жизнь я говорю жизнь потому что вы задаете ну мелкие вопросы по сравнению с тем что я задаю самой жизни как это вообще может быть потому что если я умру как тело то я не смогу задавать такие вопросы без тела чтобы увидеть это как это было да так а зачем тебе это а тебе зачем это чтобы ты знала что почему ты засыпаешь потому что я еще не достигла того состояния когда ну меня еще что-то трогает что-то цепляет что возникает что возникает какое-то страдание ну так очень-очень-очень мелко но все равно что-то бывает такое а у тебя например нет ты свободен ты свободен от вот этих всех проявлений ну то из чего ты говоришь и то как я наблюдала и как я находилась рядом с тобой то есть мы существенно различаемся в этом то есть ты видишь то чего не вижу я и ты говоришь об этом конечно мы отличаемся но и я отличаюсь от того который увидел что это все появилось и исчезает получается что тебе недостаточно одеть знаний тебе мало одеть знаний ты хочешь еще что-то узнать о что за этим а мне говоришь что достаточно наслаждайся тем чем есть только живи потому что ты не можешь ну не можешь выйти своим разумом за эти пределы еще я поняла что это все равно бесконечность что нету точки это все бесконечность бесконечность познания происходит да оно не останавливается да я поняла я поняла да это как раз вот есть люди которые обучают других людей да познавши что-то они останавливаются на этом познанном и рассказывают всем что они познали и якобы на этом все закончилось но то что они познали это же не было начало это же лишь они пришли туда и познали это но все время познавали пока дошли туда пока когда они познали это да и они думают что на этом все уже нет на этом все закончилось но это не закончилось это никогда не заканчивается оно дальше познается но я хочу узнать вот это все что познается и когда оно движется оно уже дальше безостановочно познается выйти за это и увидеть вот это которое движется не останавливается а как ты можешь выйти за это которое движется и не останавливается я не знаю я не знаю как я вышел за это которое я познал у меня у меня же не было учителей чтобы я познал что я вот такой что я не это тело а сейчас я познаю то что я не тело я уже это знаю я хочу узнать как это тело появилось здесь и тот который не тело как он тоже здесь появился и как это все существует вообще вот это вопрос у меня типа практики как ты говоришь делай практику вот я делаю практику каждый день по пять раз в день десять раз сколько раз получается смотреть на это как это появилось многие же знающие есть что вот обезьяна там корня на огня вот это взрыв планета появилась всякая хуйня это все взрыв это все создалось это все ну меня это все не устраивает это я не говорю что это будет окончательный предел который я познаю может не успею познать но это будет какой-то предел этого а может я познаю то что больше никогда никто не познает я не знаю может если я познаю это все вещество и больше тебе не придется засыпать я не знаю что есть какое-то пробуждение просветление я к этому шел я шел к неизвестности здесь точно такая же неизвестность я иду к неизвестности я иду к неизвестности а что я в неизвестности узнаю потому что вот это все что проявляется исчезает это мне понятно но как это оно есть как появилось ну как сколько машина появилась вообще в езде здесь простой пример вообще человек понятно кузов все ну чтобы сделать машину кузов и колеса чтобы оно крутилось есть какое-то место где оно могло появиться так вот меня интересует это место где появилось это все там где лицо появилось и будет growers нет наверное это не про это нет ты сам знаешь где это пока не знаю ну если ты говоришь что это не про это то ты точно знаешь про что это если ты знаешь про что это Если я знаю, где это, то я буду знать, как искать, и я уже нашел это, если я буду знать, где оно. Это если Саша придет, забьет у тебя подушку и спрячет ее, и ты будешь искать подушку. Ты не будешь искать неизвестность, а подушку. А я ищу неизвестность. Ты сам говорил, что если ты ищешь неизвестность, ты не найдешь ничего. Тебе нужно четко знать, что ты ищешь. Ты ищешь, например, свободу, да, ты находишь свободу. Ты ищешь, ну, как подушку, ты находишься в подушку. Ну, если ты ищешь, почему нельзя найти просветление, потому что это ничего. Ну, ты не знаешь, что это такое, ну, конкретное просветление. И поэтому просветление найти нельзя. Да, просветление, пожалуйста, вы просветлены с рождения, все. Ну, да, так как ты говоришь, да, что вы просветлены с самого рождения. Но нужно же подтверждение к тому, что вот ты просветлен, типа, да, и ты говоришь это из того, я такое состояние. А мы тебя слушаем из другого состояния. Ну, просветление это вообще ничто. Ну, что ты приходишь, спрашиваешь, я ищу просветленную, хочу стать просветленной. Я тебе говорю, ты просветленная, тебе не надо искать. Все, ты уже просветленная, ты говоришь. Нет, ты мне докажи. А я говорю, да нахуй тебе доказывать, ты просветленная, все. Ну, кто тебе доказывал, что ты Алена? Немножко тебе доказывали, доказывали, что ты Алена, Алена, Алена. Ты говоришь, я Алена. Ты приходила всем, рассказывала, что ты Алена. Хотя не знала, что ты Алена. Но ты всем утверждала, что ты Алена. Точно так же всем утверждать, что ты просветленная. Какая нахер разница? То есть вместо доброго утра говорить ты просветленный, ты просветленная. Да. Ну, если ты являешься этим, зачем еще об этом говорить? Ты приходишь в зеркало, говоришь зеркало, ты зеркало. Смысл есть в этом? Зеркало будет искать себя. Вот так просветленный ищет себя. А все остальное это глупость ума. Поиски, засыпание, просыпание, все остальное это лишь слышание где-то что-то и пиздешь. И все. Какой-то дурак сказал, что нет просветления, ищите. И все, пошли все искать. С людьми общаются, да. людям типа показывают путь. Как можно воспринимать мир, как можно не воспринимать его, да? Это не просветление, это не опросветление. Это узнать, как можно воспринимать мир и как можно не воспринимать мир. Так каждый имеет право быть таким, какой он есть. Так люди, когда приходят к знающим, знающий им говорит «А вы можете быть тем, как вы хотите?» Они говорят «Можно, да?» Он говорит «Да, можно!» Он говорит «А, вот на это им показывают просветление, и я могу быть тем, как я хочу». Почему ему никто не говорил до этого, что он имеет право быть тем, как он хочет? Но здесь надо другие вопросы задавать себе же. Почему, когда ты себе разрешаешь быть, а ты не хочешь быть, или тебе запрещают быть, или ты сдался, или не сдался, ты стал сильнее и слабее? Вместо нас никто этого не сделает. И точно так же, как и вместо нас никто не поверит в то, что мы просветленные же, уважаемся. Ни в одном человеке я не видел, чтобы не было просветления. Сколько глаз вижу, целыми днями хожу гуляю, миллионы, все просветленные. Есть вера в это, а есть нет вера в это. Так вот, не надо сделать так, чтобы вы поверили, что вы просветленные, вы просветленные. Будешь ты об этом говорить или не будешь каждое утро, оно не поможет тебе. Потому что, если ты выпила чай, я тебе буду каждую минуту наливать чай, пить опять. Чай, 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 пей, чай, пей, чай, пей, чай, пей, чай, пей, чай. Тебя сточнит. Да. А ты можешь сказать, я уже пила чай, не хочу. Да, я уже знаю, что это не поможет, что это просто происходит в какой-то из моментов самый-самый непредвидимый, и это просто происходит. Да, это как ты, если у тебя телефон не показывает, когда батарейка выключится, да, вот убери этот значок, когда выключится телефон, и убери предупреждение, что сколько у тебя процентов осталось, да. И вот эти предупреждения убери, это так убрали у каждого человека предупреждение о том, что смерть. Это равно предупреждение, что телефон сел. так и у вас убрали предупреждение, знание о том, что вы просветленные. для чего это надо? Чтобы было легче управлять. Казачи снова пришли к тому же. Ты же говорил, что это игра жизни, неплохо. вот снова, тут же хвост. Зачем? Снова змея, кусающая хвост. Ну а ты же в жизни, игра жизни ты говорил. Сейчас ты снова там решишься для того, чтобы вы... Я говорю о том, кто верит в это. Это вера очень сильная в тело. Вот эти веры я и показываю. Субтитры сделал DimaTorzok